здравствуйте в эфире телеканала север программа актуальное интервью в студии любовь пермякова сегодня у нас гостях первый заместитель губернатора новгородской области вероника минина и мэр великого новгорода сергей бусурин здравствуйте добрый день рад видеть вас в студии вероника витальна почему все-таки новгородцы приехали к нам в гости спасибо большое люба приветствую жителей города нарьянмар действительно мы большой делегации во главе с губернатором новгородской области андрей сегеевичем никетином прилетели впервые в нарьянмар где подписываем ряд соглашения соглашения о сотрудничестве по всем сферам социального развития новгородской области и вашего округа опять же соглашение с муниципалитетом будет подписывать мэр сергей владимирович бусурин я думаю что это новый толчок для наших отношений да кто выступил инициатором великий новгород я думаю что это совместное решение двоих губернаторов сергей владимирович вы недавно сравнительно недавно в должности мэра но активно взялись за благоустройство города вот что удалось уже сделать не только для самих граждан но и также для туристической привлекательности великий новгород активно участвует в программе комфортная городская среда и в этом году мы планируем благоустроить 53 дворовых территории это и устройство асфальтового покрытия это и строительство детских площадок спортивных площадок ну и парковочных мест то о чем как раз просят жители великого новгорода и в течение нескольких лет эта программа будет работать мы планируем благоустроить порядка 200 дворовых территорий ваш город входит в популярный туристический маршрут это серебряное кольцо вот чем завлекаете туристов серебряное ожерелье да извините великий новгород всегда был туристически привлекательным и это обусловлено тем что город имеет очень глубокие исторические традиции очень много памятников старины 37 памятников юнеско как мы с коллегами говорим и вторые по количеству памятников юнеско после рима поэтому это конечно же очень интересно и познавательно но помимо древности у нас есть замечательное настоящее и будущее которому мы все очень дружно стараемся прийти чтобы у нас было комфортно для жителей и естественно интересно для туристов верника витальна новгородская область славится не только главным его городом но есть много замечательных и других мест и даже воссозданные славянские деревни вот расскажите где ждут туристов сегодня либо вы начали тему с туризма если вы разрешите я немножко вернусь к истории действительно сегодня новгород великий и это название древнее не просто так сохранено сегодня в названии нашего города потому что великий новгород город с тысячелетней истории вошел в историю нашей страны прежде чем что там было образовано как раз российское государство здесь можно совершить путешествие во времени на 13 веков назад насладиться известным с древних времен новгородским гостеприимством и вдохнуть глоток воздуха которым дышала зарождающаяся русь новгородцы не носили лаптей а ходили в кожаных сапогах здесь мастили улицы с древних времен грамоту знали даже дети а князей жители вечевой республики звали и прогоняли когда хотели великом новгороде вы в полной мере ощутите связь времен и исконную атмосферу русской земли меня сериал пришел с дружиной и вокруг великого новгорода было как раз построена наше современное российское государство безусловно то что мы расположены очень выгодно между москвой и санкт-петербургом это северо-западный округ это наш с вами округ говорит о том что мы стараемся привлечь не только туристы но и просто жителей и сегодня конечно пользуясь тем что мы сегодня на такой серьезной передаче вместе с вами хотим немножко рассказать о нашем региональном проекте он называется переезжай жить великий новгород новгородская область в центром который является великий новгород здесь на большая красивая 55 тысяч квадратных километров площадь в центре озера ильмень все реки впадают в озеро женским именем и выпадает одно историческое название река волхов на не замерзает никогда мы знаем с вами историю когда иван грозный присоединил великий новгород к москве нашей стране объединил история непростая более 400 почти 300 лет свыше 300 лет в городе была форма управления вещи народная демократия это до сих пор вы знаете мы об этом гордимся и говорим что новгородская вольница в стране одна из первых современные методы управления поэтому новгород красивый серега еще отметил памятники он очень уютный комфортный но не могу не отметить для жителей на ренмара что город здесь наславился своими мастерами памятниками музыкальной культурой вы отметили наших инструмент инструмент любителей древности но я хочу отметить как город был разрушен в годы великой отечественной войны и сорок четвертом году 20 января он был освобожден и практически встречать освободителей вышло очень мало жителей и вы знаете что одним из первых решений действующего руководства страны было восстановить великий новгород после войны и город обрел новое дыхание новую современную сегодня историю куда приехал великий новгород очень много молодых специалистов инженеров построены новые предприятия крупные флагманы современной экономики и сегодня город помня о древности помня об истории становится современным интересным городом для жизни для комфортной жизни и то что мы привезли с собой коллег из университета мы привезли с собой предприятия застройщики для того чтобы они презентовали на встрече с жителями свои продукты свои квартиры свои удобные удобные точки локации где рядом детские сады школы качественное жилье это говорим о великом новгороде но не забываем что в целом в новгородской области несколько крупных красивых муниципальных районов второй по значимости город боровичей это город тружень год город промышленник где крупные предприятия обрабатывающего производства находится город валдай это город в центре национальный парк где знаменитый иверский монастырь город старая руса город курорт город здравница городе жил несколько лет федор михаил достоевский и в этом городе до сих пор памятники сохранились и то что сегодня город куда приезжают многие для поправить свое здоровье это рядом с центром я считаю что мы можем очень много рассказывать о регионе если вы мне дадите еще возможность они же не именем коротко 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 пробегусь и то что сегодня на презентации мы будем много об этом говорить это имеет место а все-таки по программе от переезжая в новгород какие-то льготные условия что нужно для этого сделать да да еще хочу отметить что 2019 год особенно и для великого новгорода мы отметили 1160 лет с момента не образования первого упоминания в летописи то есть можно предположить и пофантазировать что великий новгород был гораздо древнее чем это принято 75 лет освобождения о чем говорила вероника витальевна это тоже в этом году мы отмечали 20 января этого года и 20 лет как прошло с того времени как или кино город стал великим по указу первого президента россии боясь николаевича ельцина то есть такая череда событий и действительно после великой отечественной военной город был полностью разрушен было всего лишь несколько сотен жителей осталось и и по на по итогам 2018 года численность жителей составила 224 тысячи человек то есть мы можем видно 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 что идет прирост мы всегда очень рады друзьям гостям и с удовольствием принимаем людей которые к нам приезжают и программа переезжая великий новгород как раз призна своей целью сделать так чтобы показать все достопримечательности все плюсы нашего города то есть все что связано социальной сферой все что связано с работой с отдыхом конечно с учебой безусловно все регионы сейчас заинтересованы чтобы налаживать тесные связи у каждого есть свои преимущества свои плюсы и мы с удовольствием хотим показать на римару плюсы новгородской области и великого новгорода я ради шутки отмечу если можно вы знаете до сих пор жители нашей большой красивой страны путают новгород есть нижний новгород есть великий новгород мы новгородцы всегда об этом говорим и как-то ревностно это слышим потому что даже что говорить средства массовой информации грешат и идет репортаж из великого новгорода и пишут внизу нижний новгород конечно нижний новгород большой промышленный город он находится гораздо южнее мы по меркам может быть столичным не такой большой город 220 тысяч населения и он в центре очень компактный локальный подчеркиваю между москвой санкт-петербургом 180 километров до санкт-петербурга москва 580 километров и ближайшее время будет уже закончено строительство высокой скоростной магистрали вернее высококачественной магистрали дорожной в планах высокоскоростная магистраль автомобильная называется м-11 между москвой санкт-петербургом и вообще расстояние сократится уже сегодня мы до москвы доезжаем на автомобиле порядка четыре с половиной часа очень удобно комфортная трасса это вот это с одной стороны удобно что мы рядом с двумя столицами с другой стороны это накладывает такой знаете отпечаток потому что многие стремятся может где-то говорят вот там жизнь интереснее может быть зарплата там гораздо больше но мы предпочитаем и любим свой город и все живем здесь и учимся дети наши все здесь поэтому мы гордимся городом и будем рады не просто гостям и туристам из наряд мара но и тем кто может быть захочет связать свою жизнь с нашим городом а какие социальные группы ждете вот это семьи с детьми пенсионеры молодежь я скажу что мы ждем всех но сегодня губернатор новгородской области андрей свечи никитин поставил задачу особенную такой серьезно для нас это привлечь молодежь для этого сделан сделано очень много и о нескольких проектах буквально минуту скажу она запущен такой проект с рабочим названием новгородская техническая школа это новое учебное заведение но не будет формально походить может быть быть похожим на какие-то привычные колледж школа университет это будет новые практики в самых современных существующих профессий и это сейчас проект сейчас заканчивается проектирование андрей сергеевич его докладывал руководство страны вот эта точка куда можно некий такой университетский кампус новых современных профессий востребуемых на рынке под заказ предприятий мы будем строить и я думаю что это перспектива этого проекта может быть пару лет плюс особое внимание мы сегодня уделяем нашим колледжам среднему профессиональному образованию у нас их 18 колледжей и три по университете где ребята обучаются из-за получая самой современной профессии сразу с применением к тому предприятию которое его заказала и куда можно сразу трудоустроиться на работу и мы боремся провести в 2021 году российский национальный финал конкурса молодые профессионалы low skills который сейчас будет открываться в казани мировой чемпионат мы уже там имеем некий опыт поэтому 21 год будем ждать студентов всех колледжей нашей страны лучших студентов для того чтобы они соревновались на наших площадках поэтому среднее профессиональное образование университет молодой интересный ректор и мы хотели бы анонсировать чтобы на ренмаре была некая точка приемки документов новгородский университет что происходит наши дети учатся получают отличные отметки в егэ и может быть где-то стараются уехать москву санкт-петербург я думаю это и вашему субъекту так понятно но может быть не поступили по баллам еще что-то новгородский университет сегодня открыт по всем специальностям которые существуют в реестре специальностей и я думаю что будет интересно учиться между москвой санкт-петербург как я сказала полтора часа будет на автомобиле доехать до города санкт-петербург но жить в красивом удобном экологически чистом уютном ну не побоюсь этого вообще просто для жизни очень комфортном городе это наш великий нокрад очень красивый город да самой захотелось туда переехать мы привезли несколько роликов я надеюсь что у вас будет возможность показать я хотел бы акцентировать внимание на программе переезжай великий нокрад есть сайт на этом сайте есть практически вся информация которая нужна человеку для того чтобы принять решение для того чтобы найти нужный детский сад есть вакансии которые востребованные специальности на два раза в месяц мы организовываем туристические поездки по городу вместе с исторической частью в новые районы которые строятся то есть есть возможность зайти в квартиру в дома посмотреть как все организован посмотреть вид а там седьмого с девятого этажа на озеро на то что вокруг красиво и прекрасно сделано поэтому обязательно можно зайти посмотреть на этот сайт выбрать для себя это стоящее хорошее жилье я хочу отметить что есть группа переехал кто людей кто переехал жители кино говорят у нас у застройщика который будет делать презентацию делаю партнер у них есть группа называется северен мороженое мороженое это ваша ягода ну в принципе она и у нас растет правда уже я услышала что у вас еще сезон а мы уже в июне ее собрали вот и эта группа мороженое там как раз на такой клуб по интересам вот там они прям друг за дружку держатся мы очень благодарны коллегам из этой компании делаю партнерку то вот это прям что называется вырастила это сообщество сегодня имеют очень удивительно что там как раз люди-то переезжают вот группами да по семье друзей мы смотрели аналитику там коллеги из мурманска переезжают с северных территорий поэтому мы сегодня среди очень на район мари впервые пользуясь такой большой серьезной аудитории хотели бы предложить не только москву и санкт-петербург уехать вашим жителям вашим детям но и наш комфортный красивый исторический высокодуховный православный город великий новгород а молодым специалистам что-то предусмотрено вот если человек например отучился да и захотел остаться в великом новгороде либо в области вы имеете ввиду какая-то поддержка поддержка я не готова сказать в будущем сейчас пока только принесите есть льготы если вы учитесь там есть большие льготы все остальное это сегодня прожигативы предприятий то есть предприятие уже на стадии 3 4 курса уже смотрит подыскивать специалистов трудоустраивать и там безусловно поддержка от жилья я знаю что на кроме есть жилье для молодых специалистов это все есть но зависимости от предприятия который выберет практически на каждом предприятии которые стабильные которые развиваются есть определенный социальный пакет для молодых сверх трудового законодательства которое есть поэтому каждый может выбрать себе по душе университет да действительно предлагает и медицинские специальности технические инженерные и гуманитарные поэтому этот спектр отраслей экономики великого новгорода мазаровской области представлен поэтому молодой человек который закончит или девушка закончив университет может найти себе работу мы говорили про клуб морожка есть случаях их достаточно когда дети переезжают допустим жить в санкт-петербург а родители ну все всяких всяких причин не хотят в шумном городе приобретают жилье в новгороде на тем более с учетом того что скоро оставшийся кусок трассы м1 запустят до но полтора часа в санкт-петербург дольше по городу ездить чем добраться с новгорода стоимость жилья давайте за квадратный метр за квадратный метр она идет где-то от 40 до 50 чем-то тысяч квадратный метр но зависимости от качества жилья каждое жилье есть эконом класса жилье если жилье кирпичная кладка современная там немножко другая цена поэтому эти все вопросы зависимости от стоимости у нас приехал только один самый крупный застройщик делал партнер у у него будет проспекты возможно даже заключение договора с возможностью но я знаю что у вас в субъекте очень выгодная процентная ставка ипотеки мы сегодня с удовольствием поинтересовались но я думаю что стоимость будет гораздо интереснее тут вопрос стоимости не только в процентах поэтому надо будет эти вопросы какой вы хотите квартиру на комнатной комнатной три комнатной зависит от качества жилья в каком материале она сделала микрорайон и я думаю что это вопросы все будут представлены да и сейчас вот микрорайоны которые очень быстро развиваются также развивается социальная инфраструктура про садики надо сказать в этом году строится три новых детских садов как раз от трех самых густонаселенных район на следующем году следующий год у нас тоже запланировали еще три детских садов а за последние два года было построено пущено строя две новых современных школы по 1350 мест большие интересные яркие современнейшие школы коллеги приезжали смотрели мы сами радовались за наших детей потому что есть такая возможность учиться таких школах не только я знаю школы у вас очень современные но есть еще учебные центры вот кванториум очень уникальный центр можете расскажет рассказать о нем по конторам это областное учреждение опять же я повторюсь и андрей никитин вот самое лучшее передовое что есть образование все к нам можно сказать так вот привез потому что этого у нас не было дети учатся с маленького возраста современным специальностям стоп не специальностям но то не разрабатывать русские навыки да все что интересно и там так все даже не за слово подобрать так интересно что-то взрослым будет не оторваться это то что сегодня мы забыли мы конечно знаете любим кружки когда-то это занимались музыкой у меня ребенок закончил музыкальщику а сегодня мир стоит на не стоит на месте нужно все-таки технически готовить наших детей кванториум это уникальная практика это уникальное областное учреждение и там интересные педагоги оборудование современное стоит вот туда стоит просто прийти на экскурсию и я думаю что мы сами там нам будет интересно остаться и поучаствовать вот эти вещи они есть стране во многих субъектах но я думаю что у нас один из последних вот по начинке по оборудованию для детей детей с детьми там будет комфортно кто собирается там по-моему чуть ли не с четырех лет и и до какого-то определенного школьного возраста то есть совсем с маленькими уже с ними занимаются еще забыл добавить в честь комфортной городской среды что помимо дворовых территорий у нас еще есть 5 общественных пространств такие мини-парки в каждом районе города и вот очень много долга мы говорили спасибо правительству городской области губернатору в этом году мы вот на прошлой неделе начали процедуру торгов по набережной по софийской набережной и уже работы должны начаться после подписания в этом году то есть исторический центр города настолько вот будет преобразован в лучшую сторону уникален что у нас сегодня любая строительная операция любое строительное движение нужно согласовывать с охраной памятника потому что там везде можно начать раскопки мы обязательно найдем какие-нибудь артефакты потому что город который сохранил более тысячи берестяных грамот и до сих пор открывается мир древние древнего новгорода когда новгородцы уже умели писать когда новгородцы были грамотными и мы очень любим это говорить что сравнить с европой новгородцы были далеко впереди уже грамотными просвещенными жителями когда находим расписки денежные любовные письма это все сегодня оцифровано университете это очень можно посмотреть и и поэтому новгород это знаете такая как ландайк истории все нужно делать аккуратно и вот о чем сказал сергей владимирович мы строим софийскую набережную с прицелом на сохранение всего самобытного и там будет сохранена изгиб реки материалы будут все наши новгородские это будет такой интересный для нас проект про программа то еще гристины по на по прогнозу ученых где-то порядка 20 тысяч должно быть у нас городе сейчас не все нашли да сейчас найдено чуть больше 1100 и вот через несколько дней мы будем открывать памятник на месте первой находки берестяной грамоты который стоялся тысяча девятьсот пятьдесят втором году очень правильно говорят у вас каждый камень дышит истории да сколько уникальных вот музыкальных инструментов у вас найдено да есть и исторические поветки мы уже забыли как на этих инструментах играть и не умели а наши наши предки умели играть и необычное звучание необычное звучание нигде уже приглашаем сегодня на наши все мероприятия ребят ну это просто даже молодежи это нравится подчеркиваю молодежь участвует это все вот госли какие-то дудочки какие-то рожки разных звуков ну мы надеюсь что сохраним все хочется все это увидеть услышать если приехать к вам как туристу дорогой это отдых или нет или такой для среднего дорогой и немножко не знаю как у северных коллег зарплаты с коэффициентами не могу сказать что такой дорогой у нас несколько гостиниц есть на разные ценовые позиции квартиры и хостелы и поэтому вопросов нет как отдохнуть всегда можно что сегодня с логистикой на у нас планах строительство аэропорта он уже сегодня заявлен в комплексный план развития страны это где-то 22 24 год поэтому если про прилететь это пока мы вот прилетаем либо до москвы либо до санкт-петербург и к нам дали до езжай машины затем у нас есть железнодорожное сообщение от москвы санкт-петербурга ходит ласточка вы знаете современный комфортный пригородный поезд сегодня сделано пути до пскова до прямой поиск до калининграда через ногу через новгород великий до петрозаводска то сегодня великий новгород стал на свое заслуженное историческое место путь такой торговый деловой мы помним историю когда до нас было невозможно доехать хотя историю говорит о том что это то место где был путь из варяг в греки вот история все помню из варяг в греки тепло мешалковый путь а у нас есть из из путь из варяг в греки сказали про стоимость стоимость демократичная если по проживанию гостиницах то у нас есть сетевые гостиницы например парк им где ну стоимость примерно одинаковые везде во всех отелях очень много да нам не хватает места и вот начиная с высокий сезон практически все забит это начиная там с конца апреля заканчивая там конец конец сентября а новгород очень активно участвует международной ганзи ганзи это древний союз который объединял торговлю с практически со всеми странами северной северной европы западной европы западной европы и в 1980 году ганза вновь возродилась и новгород один из первых городов русских который проводил в 2009 году международные ганзи дни вот мы первые и первые первые нас приняли первый город именно из российских городов в эту ганзу это международной международное движение 192 города в нем в основном это европа надо сказать что ненецкий округ тоже тесно связан с новгородом пустозерска как раз таки первый русский заполярный город как раз основали новгородцы с вами давняя дружба хотелось спросить как поддерживаете семьи с детьми многодетные семьи какие вот про тройни рассказать этот год такой юбилейный и я думаю что не не просто так событий так совпадают что у нас в этом году уже третья семья у которой родилось трое трое детей и в городском бюджете как социальная льгота эти цели для семьи предусмотрен 1 миллион рублей плюс области до дополнительные денежные средства и также от города выделяются деньги ну как на на первое время единовременно по семь с половиной тысяч рублей у нас свой есть еще родительский капитал который только на региональном уровне мы доплачиваем на строительство жилья на там на улучшение жилищных условий на образование то есть не всем а на конкретные нужды мы доплачиваем это наша такая составляющая региональная мы очень желаем и хотим чтобы у нас рождались и вторые и третьи последующие дети потому что ну что греха таить у нас как вы знаете во всей стране но я радовалась что демография в нариенмаре да у нас много растет такой очень хорошей динамикой мы будем все рады видеть у нас если есть мысли обучение детей дальнейшей какой-то перспективе трудоустройства великолепный город красивое место мы так приехали в такую солнечную погоду вы нам привезли поэтому искренне радуемся за вас но будем будем рады видеть всех жителей нариенмара округа и соседей потому что мы знаем что ваше телевидение но так широко охватывает мы так и сделали сеге ладжимовичем андрей сегеевич поддержал такой знаете пробный шаг приехали первыми на ленмар будет попробуем посмотрим как это пойдет потому что мы хотим рассказать о великом новгороде просто рассказать хотя конечно говорят лучше один раз увидеть чем сто раз услышать поэтому безусловно будем рады если мы посмотрим наши фильмы наши ролики коллеги приготовили может быть так со стороны птичьего полета посмотреть на наш маленький аккуратный компактный город надеюсь что вам у нас все таки понравится да у вас будет хорошо не только семьям с детьми но и пенсионерам нас многие выходя на пенсию еще до себе место где бы встретить достойно старости я насколько знаю вас все растет может у нас и лето такое достаточно теплое по-разному бывает да вот в этом году июля думаю что у вас тоже немножко подвел но у нас лето зима бывает тоже мягкая такая знаете европейская была зима бывает минус 25 до 30 то есть хорошая зима и хорошее лето назовем так растет в наши пенсионеры и кто занимается пересадим участками говорят что в этом году хорошее урожай всего и в теплицах и везде но цену в теплицах если говорить про овощи по культуру и всего расчет теплиц мы же с вами северо-запад может быть не такой континентальный не такой может быть снежный холодный как вы но мы все-таки северо-запад но очень комфортно да можете верни к виталина сергей владимирович пригласить наших жителей округа есть сегодня такая возможность у кого в гости пожалуйста на эту камеру уважаемые жители города нариенмар и от всей души как мэр города жду вас гости уверен что побывав в нашем городе вы не будете разочарованы поэтому от всей души жду вас уважаемый житель города нариенмар уважаемые коллеги хочу поблагодарить за приглашение посетить вас и действительно хочу пригласить не просто посетить великий новгород порадоваться посмотреть погордиться что это наша с вами страна наша родина наша история наш православный центр но и может быть вы рекомендуете вашим детям или сами примите решение действительно посмотрите возможности когда-нибудь переехать наш город нашу область может быть невеликий новгород но другие города будут очень достойно вас ждать поэтому спасибо за то что вы нас так тепло принимаете до встречи на новгородской земле спасибо вам а в памяти нашей встречи хочу подарить фильм документальный фильм телеканала север в условиях военного времени о трудовом подвиге в годы великой отечественной войны спасибо приезжайте к нам еще спасибо мы любого ждем вы обещали да я приеду я уже захотела приехать даже контактами сейчас обменяемся спасибо большое спасибо большое всем напомню это была программа актуальное интервью встретимся в эфире